На своей психике наработать такую вот жесткую твердую мозоль. В заднем проходе инсулиновая фрицезда, ну, с колпачком, естественно, чтобы не проколоться. При этом может как-то внезапно пошевелиться, то есть какая-то, допустим, часть тела под действием собственного веса опустится вниз. Для неспециалиста это довольно страшно может выглядеть. Бывают люди со всякими причудливыми хобби, видимо, вот в сексуальной ориентации. Они тоже иногда умирают. В этом смысле мне подходящий момент наркоманы вымирали достаточно активно. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Борис Егорский. Я судебно-медицинский эксперт Одесского областного бюро судебной экспертизы. Я занимаюсь этим уже почти четверть века, с девяносто восьмого года. И сегодня отвечу на вопросы по своей профессии и какие-то другие, которые будут интересовать ведущего. Вопрос простой и сложный одновременно. Прежде всего, судебный эксперт — это процессуальная фигура. И только, наверное, во вторую очередь эта профессия. Собственно, множество проблем, которые возникают в связи с назначением и исполнением экспертиз, связаны именно с тем, что ответы на этот вопрос, к сожалению, не очень хорошо знают не только обыватели, но и правоохранители, люди, которым, в общем, это положено знать по роду деятельности. Судебный эксперт — это процессуальная фигура. Это человек, каждый шаг которого определен и выверен и норматизирован огромным количеством всяких законных и подзаконных актов. Интересных много, но разные случаи, опять же, могут быть интересны для разных людей. Для кого-то интересны случаи, наиболее ценные по количеству вложенного времени и сил, по сложности ответа на этот вопрос. Для кого-то более интересны случаи, которые более ярко, так сказать, были впоследствии отражены в каких-то новостях. Если говорить о самых забавных, в этом смысле интересных, как забавных случаях, то это, например, замечательная история, когда мы при осмотре места происшествия на территории психиатрической больницы обнаружили в закопанном виде около 30 отрезанных женских грудей. Это был большой шок для всех правоохранителей и связанных лиц. Были мысли о том, что это маньяк, серийный убийца, ну как же, отрезанная грудь на территории психиатрической больницы. А впоследствии оказалось, что это соседи онкобольницы прикопали эти свои хирургические отходы втихую. В плане сложности, в плане сложной и в этом смысле интересной работы, можно вспомнить, допустим, историю о том, как потерпел крушение вертолет с военнослужащими. Это уже совершенно не смешная, конечно, история. Их пришлось собирать на достаточно большой территории. К сожалению, еще и тела были фрагментированы всякими деталями, вращающимися вертолета. И пришлось собирать и выяснять потом, какая часть тела кому принадлежит. Это было довольно сложно и неприятно. Но тоже, безусловно, интересно. Поэтому я говорю, что в нашей работе интересно это очень неоднозначное выражение. Прежде всего, конечно, то, что в этой работе не соскучишься. Это такой род деятельности, который постоянно подсовывает что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное. Новые ситуации, новые сюжеты, новые люди. То есть для человека, скажем так, литература-центричного, это, конечно, работа совершенно в этом смысле фантастическая. Каждое изучающееся уголовное дело, это готовый материал теоретический для какого-то повести или романа. Это во-первых. Во-вторых, это работа, которая удовлетворяет потребность человека в романтике. Это, конечно, очень специфическая романтика, но для таких людей, как мы, трястись в полицейском УАЗике, в поисках трупа где-то прикопанного, это тоже такая романтика. Вот. Примерно так. Очень давно и очень робко. Тут есть два фактора интересных. Во-первых, ну, скажем так, у меня такая репутация, такая мера и стиль известности, что я не выгляжу человеком в этом смысле удобным и полезным, с одной стороны. А с другой стороны, наша служба в этом смысле совершенно не актуальна для потенциальных взяткодателей. Потому что какие-то деликатные вопросы гораздо проще, легче решать в суде, в каких-то таких вот следственных инстанциях. А экспертиза в этом смысле, видимо, взяткодателям не слишком интересна. Скажем так, у любого врача это так, да, человек, который занимается медициной, чаще всего это человек, который жертвует изрядной частью своей личной жизни в, ну, вот этому вот злому божеству по имени медицина. Потому что тот образ жизни, который медицина диктует своему адепту, он очень плохо совмещается с нормальной семьей. Разве что, если речь идет о семье, где все участники, соответственно, медики, понимают друг друга. Конечно, нет. Потому что начало карьеры, если говорить непосредственно о работе в судебной медицине, это далеко не начало, скажем так, работы с такими вещами. Всякий студент-медик, если он действительно учится в медицинском институте, а не покупает диплом, как это где-то бывает, в процессе обучения, ну, во-первых, успевает насмотреться на очень много всего и успевает на своей психике наработать такую вот жесткую твердую мозоль. Если студент действительно учился, то потом, когда он приходит работать, ему уже ничего не страшно. Нормальный вот молодой доктор, который приходит в отделение, неважно, это клиника или это еще что-то, он, по идее, должен бояться только одного, старшей медсестры. Да, вот все остальное, в общем, не страшно. Бывало, конечно, и прежде всего, это конец 90-х, начало 2000-х, когда очень популярной темой были всякие инъекционные препараты, и наркоманы вымирали достаточно активно, и вот этот контингент имел привычку непосредственно в себе всякие неординарные предметы носить, допустим, в заднем проходе инсулиновые шприцы с дозой, ну, с колпачком, естественно, чтобы не проколоться. Далее, бывают люди со всякими причудливыми хобби, видимо, вот в сексуальной ориентации, они тоже иногда умирают в этом смысле, в неподходящий момент, да, и мы потом имеем некие сюрпризы в теле. Но это сейчас, это очень не частый случай, вот в начале 2000-х это было гораздо чаще и разнообразнее. Опять же, та мозоль, которая нарастает на психике, в общем, любого врача, начиная со студента-медика, ну, пожалуй, нет, да, она не позволяет чему-то там ужасаться или испытывать вообще какие-то сильные чувства непосредственно, по крайней мере, в процессе работы. Тут вообще надо сказать, что деятельность эксперта, вообще любого эксперта, не только судебно-медицинского, любого судебного эксперта, это прежде всего навык троняться от собственной личности в процессе работы. Эксперт должен стать интерфейсом между реальностью и неким вот этим вот платоновским миром идеального, да, эксперт должен безо всяких эмоций, безо всякого такого вот искажений от собственной психики трансформировать видимую им реальность в текст, пригодный для дальнейшего использования, да. И если эксперт непосредственно в процессе работы испытывает какие-то сильные чувства и эмоции, это, наверное, неправильно, это, по крайней мере, возможно, это не профессионализм. Эмоции и чувства – это для нерабочего времени. Сердечная патология. На сегодняшний день сердечная патология – это абсолютный лидер в причинах смерти. Ишемическая болезнь сердца, различная кардиомиопатия, то есть это болезни цивилизации, которые активно уносят жизни – это, в общем, наверное, продолжение естественного отбора. Не нравится в работе то, что оказывается смежным в этой работе, да, и таких вещей довольно много. Прежде всего, это то нормативно-правовое поле, в рамках которого работа происходит. Надо сказать, что украинское законодательство изначально было довольно противоречиво и местами странно. И последние годы не улучшили эту ситуацию, а значительно ухудшили. Коллизий правовых, которые возникают в процессе работы, совершенно немерено, да, практически любой шаг судебно-медицинского эксперта сейчас оказывается нарушением той или иной нормы, того или иного документа, вне зависимости от выбора, да. В результате чувство правовой незащищенности совершенно катастрофическое, да, и это, в общем, многих людей заставляет потихоньку из этой профессии уходить. Это первый и главный момент. Ну, а второй сложный момент, неприятный момент в нашей работе – это, конечно, живые люди. Так не парадоксально это звучит, но те изменения, которые сейчас происходят в нашей культуре, они не способствуют ни уважению людей к вообще фигуре врача и фигуре эксперта в том числе, ни какому-то конструктивному общению, да, с такими фигурами. То есть это сложно, это больно, это печально, но как-то справляемся. Пока. Примерно понимаю, о чем речь. Есть целый ряд посмертных явлений, которые, ну, скажем так, для не специалиста могут оказаться сюрпризом, и, видимо, которые и легли в основу множества всяческих легенд, забабонов, суеверий, связанных с умершими. Здесь и момент, связанный, допустим, с разрешением трупного окоченения, да, когда происходит размягчение мышечной ткани, и тело, которое, ну, вот, как говорят в народе, задубевшее, да, тело с трупным окоченением, при этом может как-то внезапно пошевелиться. То есть какая-то, допустим, часть тела под действием собственного веса опустится вниз, да, для не специалиста это довольно страшно может выглядеть. То же самое связано с гнилостными процессами. То есть в процессе гниения в кишечнике, в брюшной полости образуются гнилостные газы, они поддавливают постепенно диафрагму, та, в свою очередь, поддавливает легкие, и воздух из легких потихоньку выходит тем путем, которым он может выйти через гортань, через голосовые связки, и при этом может возникать некий такой специфический звук, который называется трупным шепотом, да, и этот звук, опять же, не специалиста, может привести в некоторую панику. Да, но это, на самом деле, довольно редкие явления. Несмотря на это, в народе они были, бывали замечены, да, и привели к тому, что всяческих суеверий по этому поводу много. Фактически желание, упорство и все же достаточно специфический склад личности. По сути, формально человек заканчивает медицинский институт, получает распределение, отправляется на интернатуру, и уже через год-полтора он, в общем, судебно-медицинский эксперт по записи в трудовой книжке. Но вот сможет ли он им стать, и станет ли он им, это уже дальше показывает жизнь. Потому что вот даже в советские времена, когда студенты-медики имели с части обязательной трехлетней отработки после получения диплома по месту распределения, даже тогда именно наша сфера, наша профессия в этом смысле была некоторым исключением. То есть выпускник медицинского института, получивший распределение на судебную медицину, имел право без всяческих, так сказать, объяснений и рассуждений просто отказаться и получить любую какую-нибудь другую, какую найдет нужным администрация, а получит другое распределение. То есть всегда понимали, что это очень специфическая деятельность, которая не для всех пригодна психологически. Наша профессия, наша работа, к сожалению, трудами людей искусства в основном, начиная от всяческих режиссеров, писателей и заканчивая журналистами, к сожалению, покрыта очень таким толстым слоем совершенно дурацких и неприятных легенд, искажений. То есть нас, как правило, изображают или сумасшедшими, или алкоголиками, или что-нибудь такое. Вспомнить только людей в черном с специфической дамочкой. И мне, честно говоря, очень хотелось бы, чтобы в результате и этой нашей сегодняшней передачи, съемки и прочих, и моих потуг, и деятельности моих коллег, в культуре все-таки образ судмедэксперта стал несколько более человечным, а не помесью чего-то ужасного и комического, каким этот образ есть сейчас.